Так, ребят, всем салют. У нас сегодня 12 марта и на дворе стоит прекрасный весенний денек. И более того, воскресенье. И даже скажу более того, у меня сегодня у жены день рождения. Любимая, наилучшие поздравления, я тебя люблю. Извини, что так получилось, что в твой день рождения приходится улетать. Но да, возникла такая производственная необходимость, что мне необходимо на три дня слетать на Урал. А именно сегодня воскресенье я с вечера вылетаю, чтобы два дня, понедельник и вторник, провести в Екатеринбурге. Два плотных дня, поэтому я летаю накануне с воскресенья, чтобы завтра с утра уже начать активно работать. Мне надо посетить два наших две компании-партнера, которые в Екатеринбурге и в Челябинске. Третий день в среду я проведу в Челябинске. То есть во вторник вечером я должен вылетать в Челябинск, не знаю пока на чем, на автобусе или на такси. Посмотрим. Короче, вылетаю, ой, выезжаю. В понедельник-вторник провожу в Екатеринбурге, во вторник вечером выезжаю в Челябинске, и всю среду провожу в Челябинске. И в среду вечером вылетаю в Питер. Но вылетаю не просто, а так как нет прямых рейсов вечерних, лечу с пересадкой через Москву. То есть из Челябинске вылетаю в Москву, и в Москве там часа полтора перерыв, и сажусь на другой самолете, лечу уже в Петербург. Ну, надеюсь, что все пройдет без накладок. Лечу в Екатеринбург вот сейчас лоукостером. Первый раз лечу на лоукостерной компании. Вот самолетик авиакомпании «Победа». Ни разу лоукостер не летал, но посмотрим, что там будет. И еще у меня тут оказия чуть неприятная не приключилась. Я уже подойдя к выходу, вот мой выход на Екатеринбург 9, обнаруживаю, что у меня почему-то нет посадочного талона. Хотя когда проходил все эти рамки и контроли, все было. И, короче, в панике побежал туда, где проходил этот контроль, а это было бы не ход, не знаю, пешком минут 10 топать через весь аэропорт. Вот. Как оказалось, когда я проходил эти магнитные штуки, где я все ставил, сумки, они там просвечивались, у меня случайно там выпал талон. И эти ребята, которые его нашли, он выпал в этом магнитно-резонансном автомате. Они, главное, сидят, этот талон у них лежит перед лицом и не сделают никакой объявлений, а я тут уже в панике. Ну, короче, понимал, что он потерял самок только там, сейчас сбегал туда, и он лежит благополучно у них там на столике, они проведут жильяких людей, и не пробуют, не сделают никакое объявление. Ну, ладно, слава богу, что все нашлось, и будем надеяться, что больше никаких оказий не будет. Ну, что, полетели? Посмотрим, как что пройдет. Ура! Ребята, мы на земле! Я в Екатеринбурге. Сейчас садимся в такси, едем в гостиницу. Очень удачно долетел, и поймал такси в аэропорту, и вот доехал в гостинице. Мне уже любезно выдали ключи, и сейчас еду в свой номер расположиться, переодеться, наверное, схожу куда-нибудь поужинать. Здесь уже в гостинице ресторан, оказывается, закрылся, до полодинца-то работает. По местному, кстати, сейчас... Так, секундочку. У нас шестой этаж. Без карты еще на лифте не уедешь. Так, ребят, вот сейчас покажу номер. Гостиница Танет называется. Значит, уедет все вот так. Шкафчик. Сейв даже есть. О, не пугай. О, не пугай, внизу, валит. Все такое, на самом деле, достаточно приличное. Все эфина, подсветочка, мы имеем в виду, чайдалы все есть. Ну и сам номер. Сам номер. Не все так, даже какой-то климат-контроль. Вот телек, тумбочка. Ну, небольшой, но чистенький, аккуратненький, все прилично. Значит, чех рассказать хотел про полет. Говорю, лоукостером летел первый раз. Ну, в принципе, разница от обычного полета составляла в том, что это не кормили и не откидывались спинки у сидений. Еще говорили, что будут зашиты карманы, что Победа теперь стала зашивать карманы в сиденьях самолетов, чтобы меньше тратить времени на уборку. Но карманы не были зашиты, спинки действительно не откидывались и не кормили. Давали воду, опять же, по просьбе. Если нужно, попросил и принесут тебе водички. Вот. Ну, я с собой купил в аэропорту. Что еще? Полет составил 2 часа 30 минут, то есть достаточно быстро и ничего страшного, что без еды. Вот. И я в полете посмотрел кино на планшетике. Кстати, Санек, спасибо тебе огромное, что задал мне фильмы в планшет. Я прекрасно 2 часа провел, посмотрел Доктор Стрэндж с Бенедиктом Кембербэтчем. Такой английский Шерлок Холмс. Ну, вот. Кстати, фильм, ну, фантастика. Дома бы не стал смотреть, но в полете даже очень неплохо посмотрел. Качество, кстати, отличное. Санек, еще раз спасибо. Самолет был Boeing 737-800. Не знаю, что 800 подозначает, но 737-й. Это по 3 ряда с каждой стороны в середине проход и один, скажем так, один отсек. Не было делений. Вот. Самолетик приличный даже такой. Мне показался абсолютно, ну, не то чтобы новый, но такой не зашарпанный, ничего. Очень плавно взлетели, также плавно сели. Мне вообще полет понравился. Быстро время пролетело. Взял в аэропорту такси и доехал вот в гостиницу в центре города и достаточно быстро заселился в гостиницу. Уже все было забронировано, все было готово. Я доволен. Единственное, по времени сейчас уже по местному 11 часов. Вот. По питерскому 9, здесь плюс 2 часа. Сейчас надо быстренько сбегать, куда-то поужинать, потому что в округе, говорят, уже заведенницы закрываются. Поужинать и ложиться спать. Завтра с утра Арбайден. Ну, вот за спиной моя гостиница. Местный партье не рекомендовал кафешку куда-то сходить. Первый раз в Екатеринбурге. Вообще на Урале первый раз. Вот. Ну, посмотрим, как город живет. Видите, еще тут снега лежат. На улице минус 3, но на самом деле хорошо. Сухо. Ну, на самом деле, город не маленький, да? Екатеринбург город-миллионник. Столица Урала. Ну, и все такое достаточно. Достаточно чистое, приличное. Вот, смотрите. Проспект Ленина или улица Ленина. Огромная. Все чистенько, аккуратненько. Даже пассаж есть, как и в Питере. Ну, конечно, по ночи гулять, ну, сложновато что-то посмотреть. Хотя хотелось бы узнать о городе побольше, да? Погуляться по каким-то достопримечательностям. Может, с кем-то познакомиться или чтобы кто-то что-то интересное рассказал. Вот памятник Ленина. Но в темноте, наверное, вам плохо видно, как у нас у Финляндского вокзала стоит какое-то глава Екатеринбурга, администрация. Такое мощное здание. Но знаете что? Вот для этого времени суток, сейчас, говорю, 12-й час, у нас, если идти по центральной улице, там где-нибудь по Невскому народу, бочком иногда надо проходить, чтобы протиснуться. Ну, не совсем так, конечно, но много народу гуляет. А здесь, смотрите, пусто на улицах. Очень пусто. Затопал до кафешки, которая мне рекомендовали на ресепшене. Мамос Биг Хаус. Ну, зайдем, посмотрим, поужинаем. Ребят, ну я наконец-то дождался свой ужин. Ужал, что точно долго, минус 20, ну, наконец-то. Я его получил. Кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, я добрался до десерта. У него десерт чай с малиной и с розмарином. И вот некая шоколадная колбаска, такая пирожная. Ну, типа нашей картошки. Ну, все хорошо. К сожалению, уже пора ложиться спать и завтра утром на работу. Не знаю, буду ли снимать рабочий день. Наверное, смысла нет. Интересно это никому. Ну, посмотрим. Ну, ладно. За Урал. Екатеринбург, ура! Ребят, всем доброе утро. У меня второй день пребывания в командировке. И первый мой фактически рабочий день. Сейчас понедельник. Восемь утра. Я встал час назад. В семь утра. Это по местному. А по питерскому это пять утра. Жутко не выспался, на самом деле. Вчера ложился где-то по питерскому, наверное, в час. По местному это в три. Короче, не выспался. И долго заснуть не мог. Не знаю, наверное, перелет или что-то. Сейчас покажу. Вид из окна, как выглядит город Екатеринбург. Ну, у меня, по крайней мере, вот такой вид. Ну, ладно. Я уже сходил на завтрак. Завтрак достаточно приличный, очень вкусный. Вот, я доволен. Все, почистить перышки, переодеться и на работу. Да, утро доброе. Я уже здоровался. Ну, вот я встретился со своим коллегой Андрей. Здравствуйте. Поздоровайся, да. Вот, мы взяли такси и едем на работу. Ну, вот мы находимся в городе Екатеринбурге. Хоть посмотреть на город светлое время суток. Сейчас у нас полдевятого почти. Ну, что, столица Урала или нет? Столица. Самое высокое здание в городе. Это типа бизнес-центр, да, или что? Или все подряд, и гостиница, наверное? Все подряд там. Подряд там. Высоцкий. Ну, население полтора миллиона. Можно сказать, да, столица. А Урала, Маш, там как памятник Сталинга. А, ты имеешь в виду, что это построят в сталинское время? Да, если на прочей пятилетке встать, я просто пойди, ну, вот, парк Женикейдзе или там, эти все дома с балконами советской символикой, как бы, циклой, как бы. Да, есть. То есть, здесь это в центре этого не чувствуется, а там, как бы, другой мир не много. Именно все осталось, как было раньше, по-старому? Ну, очень много осталось чего. Старые дома, которые... А это, мы где, это типа вокзал какой-то, нет? Нет, это церковь Александра. А, церковь. Восстановленная. В свое время был клуб, но потом вот здесь с развитием православия. Хорошо. Это телебашня, которую пытались построить, но так и не достроили, я так понял, да? Какой-то тупый такой объект. Ну, разные проекты есть по восстановлению. Посмотрите. Так, всем добрый вечер. Ну, ребят, я закончил первый рабочий день, находясь в командировке. Начал в 9 утра и закончил где-то в 7 вечера. Ну, так, ударненько потрудились, что на самом деле, наверное, 80% работы было сделано сегодня. Завтра еще появлюсь на объекте, но уже больше надо будет сделать документальные дела, да, оформить. И, в принципе, можно будет выдвигаться в Челябинск. Что меня очень радует, ну, что так, в первый день удалось много работы сделать, чтобы завтра не поздно уже приехать в другой город, а еще более-менее хоть засветло. И вот сегодня, сейчас опять выхожу в центр, вот, даже прокатился на Екатеринбургском метро. Вот. Ну, так, ничего. Конечно, пафоса нет, как в Петербурге, но обычное, нормальное метро. И вот, смотрите, центральная улица Ленина, конечно, сейчас около 8. Улица гораздо более активно живет, чем вчера я это видел там в 11 часов вечера. Ну, все, иду в гостиницу. Сейчас переодеться, сходить куда-нибудь поужинать. Днем меня коллеги любезно сводили там в ближайшую кафешку рядом с работой. Пообедали незадорого. По температуре сейчас где-то минус 5. Небольшой ветерок такой, холодноватый, продувает. Вот сейчас подул, наверное, вам плохо слышно. А ночью обещают до минус 16. Какие-то временные заморозки. Ну, надеюсь, не замерзнут. Я собирался выйти куда-то поужинать, но мне любезно на ресепшене предложили, что можно отужинать также в гостинице, в ресторане, в гостинице. Вот. И тут предлагают на ужин некий такой комплексный, он же обед, он же ужин. И я с удовольствием им воспользовался. Потому что, честно говоря, очень устал. Очень был плотный, насыщенный рабочий день. И я воспользовался этим предложением. Очень жаль, что не удалось как следует посмотреть город со всех сторон, все его достопримечательности. Ну, физически по работе нет времени. Ну, может быть, завтра немножко получится, посмотрим. Ну, а вообще город понравился. Достаточно чистый городок, приятный, аккуратный. Не то, что шибко архитектурный, конечно, ну, я с Петербурга вздавниваю. Ну, для столицы Урала, полтора миллиона города, вполне даже очень прилично. Мне понравилось все. И огромное спасибо отелью Denner. Или Denner, не знаю, как правильно называется. Ну, мне понравился и номер классный, и гостиница такая свеженькая, и обслуживание отличное. И ресторан, продукты в ресторане отличные. Огромное спасибо. Никакого и рекламы, чисто лично мое мнение. Если кому-то в Екатии нужно хорошую, прикольную, ну, хорошую гостиницу, короче, рекомендую. Есть один минус. Выходясь в ресторане, если захотел в туалет, ресторан на первом этаже, в туалет надо идти на второй этаж. То есть, подниматься на лифте. Ну, это, конечно, мелочь, но сам факт. Продолжение следует...